Субтитры создавал DimaTorzok Также настал второй урок, как настает рассвет после ночи, как настает вечер после утра. Я хочу немножко напомнить то, что мы говорили на прошлом уроке. Мы говорили, что нельзя иметь больше друзей, чем на фалангах твоих руки шестой разврат. Мы говорили, что нельзя перепрыгивать пропасть в два прыжка, в разобежность. Мы говорили, что нельзя тушить огонь огнем. Бесполезно. Нельзя накачивать поровную шину и так далее, и так далее. Вы знаете, также хочу предупредить, что нельзя смотреть этот второй урок, не посмотрев первый. Потому что мы идем поступательно, пошагово. Будем называть это так. Десять шагов к достижению знаний. Знания – это эквивалент и материальный, и духовный, и физический, и так далее, и так далее. Сегодня будут затронуты очень важные темы. Что такое Израиль? Кто такие враги? Да? Что такое реальность? Что такое сновидение? Будут притчи, как нельзя кстати, которые соответствуют образному мышлению, для хорошего усвоения материала. Мои дорогие, существует такое понятие, как симпатия и антипатия. Что это такое? Давайте попробуем разобрать. Буду краток в изложении, поскольку то, что я вещаю, это для подготовленных людей. Кто не подготовлен, он не поймет. Ему нужно быть готовым. Ибо я всегда говорил, что учитель всегда появится, когда ученик готов. Поверьте, у меня тоже есть учителя. Даже оператор, который меня снимает, Сергей Макаров, это великий человек. Он профессионал своего дела, и я тоже у него чему-то учусь. Мы, не задушив свой эгоизм, боимся признаться в этом, как будто нас это унижает. Наоборот, это нас возвышает. Ибо, возвышая ближнего, ты возвышаешь себя. Вот такая химера. Так, вернемся к симпатии и антипатии. Симпатия. Что это такое? Симпатия, это когда человек по отношению к нам и к миру выражает те чувства и качества, которые мы в себе поощряем. Как понять? Вот представьте себе остановку. Мы ее возьмем за основу и в антипатии тоже. Молодой человек пришел с семкой, положил газеты, сел на стул. И вдруг он видит, что вдалеке идет женщина с возрастом с его мамой. Возрастом с его мамой. Он оставил свои вещи, поднялся по лестнице, пробежал там 20 метров, взял у нее сумки тяжелые. И говорит, взял также ее под руку и говорит, пойдемте, я вас проведу. Вам же тяжело. Провел ее, спустил по лестнице и дал свое место на остановке. Глядя на это, этот человек по отношению к нам выразил те чувства и качества, которые мы в себе поощряем. Он уже к нам в наших глазах стал симпатичен. Можете подменить понятия. И так далее. Что такое антипатия? Возьмем ту же остановку. Мы стоим на остановке и смотрим, как собака. Обычная собачка. Подбежала к мусорке, подняла лапку свою, исправила естественную надобность. Ну, мы скажем, ну что взять, собака есть собака. Мы воспримем это, как само собой разумеющееся. Но посмотрите с другой стороны. Если молодой человек или взрослый человек, неважно, мужчина, подойдет к этой же мусорке и будет делать то же самое, что сделала собака до него. Это вызовет у нас бурю гнева и возмущения. Иначе говоря, антипатия – это чувство и качество, которое выражает по отношению к нам человек, это ровно то, что мы в себе подавляем. Запомните. Подавляем. Первое – поощряем. Второе – подавляем. Симпатия – поощряем. Антипатия – подавляем. Ну, собака, с ней что возьмешь, но человеку дан разум, это нас отличает от животных. Поэтому мы должны четко себе представлять, как я уже говорил на прошлом уроке, цель, задача и сроки. Какое отношение это имеет к симпатии, к антипатии – это самое прямое. Мы не можем в этом мире, мы можем достичь чего угодно, обретая друзей, а не врагов. Кстати, о врагах. Вы знаете, если… Когда Александр Дюма написал знаменитую свою «Три мушкетера», повествование «Трех мушкетеров», на него обрушился шквал критики и шквал нелестных отзывов. То есть, у него тут же появились враги. Дюма сказал, «Наконец-таки я стал известным, у меня появились враги. Спасибо, Господь». Вы знаете, врагов не надо ругать, ибо поруган и будет поруган. Видите, я даже не употребляю эти слова. Вы понимаете, о чем я? Благословляющий будет благословен. Вот летит самолет, я уже автоматом, я говорю, благословляю вас, ибо этот самолет летает только на молитвах людей. А знаете, почему я это делаю? Потому что, когда буду лететь я, Господь заставит кого-то благословить этот самолет, потому что там лечу я. Возьмите это за основу. Вам же не трудно поднять руку и сказать, благословляю вас, долетите благополучно, увидьте свои семьи. Именно на молитвах летают самолеты, помните. Так вернемся к врагам. Враги? Да. У меня достаточно врагов. И я их всех уважаю. Знаете, почему? Потому что враги дают мне стимул. Они мне дают определенную порцию иммунитета против разного рода вирусов в этой жизни. Они тоже посланы создателем. Как я могу ненавидеть врагов, которых послал Творец, да благословенное его имя, во веки вековой вечности. Амэн, эмэд. Не ругайте своих врагов. Лучше благодарить. Ибо помните, нет плохих людей, нет хороших. Есть учителя. Да. Я вам скажу такую вещь, что мы, иудеи, пожалуй, один из немногих народов, который пережил разного рода гонения и потрясения, начиная от фараона, кончая советской власти и даже сегодня в спорные арабские территории и так далее. Я не хочу поднимать эту тему. Я хочу лишь сказать о том, что мы, евреи, я думаю, выражу общее мнение, если скажу, никогда не потерпим сегрегации ни институциональной, ни территориальной. Сегрегация институциональная – это когда в школах не допускают. Ну, возьмем мы афроамериканцев, да? Они чем-то похожи с евреями, их судьбы. Там, где живет афроамериканец, этот дом, квартира в этом доме падает в цене. В школах, если учится афроамериканец, люди не хотят отдавать своих детей. Почему? Мы все перед Богом равны. Это есть институциональная сегрегация, но есть территориальная сегрегация, что пережили евреи. Это гетто, это обнесенный колючей проволокой забор. Вот концлагерь – это и есть территориальная сегрегация. Это развлечение по-разному рода расовой принадлежности. Я уже говорил в первой передаче, что быть иудеем здесь больше ответственности, а потом чести. мы должны подавать пример. Мы должны подавать пример. Вы знаете, я вам хочу сказать, что лично я не могу лепить кирпичи, не имея глины. Да? Я не могу лепить кирпичи, не имея глины. Вы скажете, при чем здесь кирпичи, при чем здесь глина? Это аллегория. Глина – это благословление Божье. Без его воли перышко с воробья не упадет. Да? Но не упадет. На то быть должна воля Создателя. И глина, с которой мы лепим кирпичи и строим дома в нашем сознании, это и есть благословение Божье. Вы знаете, я здесь пошел на рынок, и у меня знакомая Ирочка. У женщин нет возраста, но она чуть младше меня. Я смотрю, у нее глаза, у нее в глазах ну просто Йом-Кипур. Такое впечатление, что у нее какое-то горе. Я говорю, Ирочка, что случилось? Она говорит, что случилось? Я закрыла, говорит, одну из своих точек. Продаж нет. Я не знаю, что делать. Я бы так посмотрел на нее, говорю, Ирочка, я сейчас скажу тебе несколько слов, если тебя это утешит. Но ты должна хорошо задуматься. Ты знаешь, что есть такие параолимпийцы, у которых нет рук, ног, но они участвуют в Олимпиаде и достигают золотых медалей. Ну что же Господу надо сделать? Отрезать тебе руки, ноги, чтобы в глазах твоих воссияло счастье, а ты с руками, с ногами. Продажи упали. Не отчаивайтесь милости Господа. Один год человек поправляется, другой год худеет. Так и дела человека. Все зависит от того, насколько ваши дела симпатичны в глазах Создателя. Я и так же посоветовал, Ирочка, ты хочешь успеха в своем бизнесе? Он говорит, конечно, кто его не хочет? Я говорю, замечательно. Тогда возьми себе хорошего партнера. Он говорит, кого? Кругом жулики и аферисты. Я говорю, нет, тот партнер, которого предлагаю я, он святой. Он говорит, кто? Я говорю, Господь Бог, да благослови на твое имя Боженькое. Во веки, во вечности, ам, 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 ам. У него есть деньги, у него есть связи, его все знают, ему мало кто отказывает. Поверьте мне. И от того, насколько ты, твое дело, сколько ты процентов ему определишь. Вот как ты думаешь, сколько бы ты определила процентов Создателю, если бы он участвовал в твоей, когда бы он участвовал в твоей, кстати, мы по поводу если и когда тоже затронем эту тему, она очень важна. Когда бы он участвовал в твоем бизнесе? Она говорит, ну, десятину. Я говорю, вот видишь, ты еще не в партнерстве, десятину ты обязан отдавать? Это твоя обязанность. Хорошо, а сколько я должна отдать ему процентов? Я говорю, по моему мнению, 90, а 10 себе. А что же мне останется? Я говорю, слушай, ты еще не заработала, а уже считаешь прибыль своего партнера? Кого? Его. Вот давайте посмотрим. 90% ты отдала, у тебя 10%. Так Господь сделает такой оборот, что твои 10% превратятся в миллиарды. И какая тебе разница, что станет с 90%? Главное, у тебя появятся миллиарды. Господь увеличит объем и оборот твоего бизнеса до таких масштабов. Ведь он твой партнер, а для него нет невозможного. Многие, не веря создателю, вообще, когда я вижу атеистов, я их называю самыми счастливыми людьми. Да? И знаете почему? Атеисты самые счастливые люди по одному простому определению, что они не знают, насколько они несчастны. Да? Они не знают, что они несчастны. те люди, которые не верят в Бога, в моем образном мышлении занимают каюту люкс на тонущем корабле. Я предлагаю всем занимать каюту люкс на плывущем корабле по ровной глади моря. получая удовольствие от морского бриза и достигая своей цели. Кстати, мы затронем выход человека из дома, как он выходит, для чего он выходит, зачем он выходит и так далее и тому подобное. Я вам хочу сказать, что я говорил вам на прошлом уроке, куда бы вы ни пошли, вы все равно встретите себя. Я хочу поговорить о Израиле. Что такое Израиль? Географическое месторасположение? Что такое Израиль? Стеноплач, могила проматери Рахель, там, где похоронен Авраам. Интересно, да? Могилу Авраама за одной стороны защищают палестинцы, с другой евреи, чтобы, не дай бог, на это место не упала бомба. Полный бред. люди охраняют одно и то же ненавидя друг друга. Хочу напомнить, вот этот глаз не может ненавидеть этот. Попробуйте взять вот этот палец и выколоть себе один глаз. Не сможете. Знаете почему? Потому что вас за руку держит ангел. Также он держал руку Авраама, который занес меч над Исааком. Авраам не мог отрубить сыну голову и принести его в жертву. Также и вы не можете выколоть себе глаз. Стоит некий рубикон, стоит некий запрет. Тело это наш скафандр, в котором хранится частичка Бога. Это душа. Душа по моему глубокому убеждению материально имеет массу объем веса. И создана она из физического тела творца. Да благословено твое имя во веки вековой вечности. Он оторвав от себя дал моему оператору Сергею, дал Абраму, дал Магомеду, дал еще кому-то, дал мне. И вот эта душа и дал нам скафандр. Как вот этот пиджак. Он является скафандром для моего тела. Так и наше тело является скафандром для нашей души. Вот где-то здесь. Что нам не позволяет и что нас делает созданным по образу и подобию Творца. Я многих богословов спрашивал и сказал Творец, мы сейчас спустимся и создадим их по образу и подобию моему. Напрашивается вопрос, с кем разговаривал Господь Бог? Я у представителей религиозного культа разных конфессий спрашивал похож что это такое, с кем говорил Господь? Многие пожимали плечами, надо посмотреть на тяжелый вопрос и так далее и тому подобное. Я нашел ответ, ибо кто ищет, тот всегда находит. Господь разговаривал с ангелами. Да. Отсюда идет эта причина, а дальше идет следствие. Причина, следственный фактор. Если Господь разговаривал с ангелами и сказал, мы сейчас спустимся и создадим их по образу и подобию Господа, да богослови на его имя, значит человек выше, чем ангел. Потому что ангел не создан по образу и подобию Бога. Да благослови на Твое имя Господь. Не упоминайте его имя в суде. Это грех. Да. Ангелы существа бесполые и они незримо сопровождают нас, помогая Создателю не совершить нам летальный прыжок через пропасть в два прыжка. Разобьешься. Я хочу также сказать, Израиль. Что это? Географическое расположение рядом с Египтом и так далее. У берега Красного моря, у берега Средиземного моря это Иерушалай, это Тель-Авив, это Хайф, это Ждирот и так далее. Это голландские высоты. Я хочу сказать вам, из чего состоит Израиль. Израиль состоит из каждого из нас. Да. Недаром говорят праведники в Галюте. Галют это чужбина. Вы знаете, я жил в Пятигорске, в Савропольском крае и видел, как за 2-3-5 тысяч километров от города Пятигорска люди прилетали специально, чтобы попить этот нарзан. А этот нарзан был для меня лично в шаговой досягаемости. Он почему-то пахнул тухлыми яйцами, яйцами, сероводородом. А люди приезжали, чтобы лечиться. Они приезжали, лекарства из недр земли Господь дал и он лечил тело человека. Скажите, спросите меня, я хоть раз попробовал этот нарзан? Один раз. За все время, что я там был. А люди приходили к этому источнику, 21 день санаторный курорт, и они каждое утро, в обед и вечером от санатория ходили пешком, чтобы напиться этого нарзана, дабы почистить свое тело. Это им помогало. Также возьмите море. Кто живет возле моря, меньше всего в нем купается, чем те люди, которые прилетают на то самое заветное море. Я вам хочу сказать, что Израиль в каждом из нас это не географическое место расположение. Да, придет время. Я его жду с секунды на секунду, с минуты на минуту, когда придет Мошех, Спаситель, и весь мир станет большим Израилем. Да? Во всяком случае, так написано в Святой Торе. Кто я такой? Чтобы спорить с тем, что написано в Торе. Кстати, Тора было написано до создания мироздания за миллиарды лет. Откуда знал Творец, что произойдет? И мы видим, мы замечаем яркое подтверждение. Да, там также есть такое слово, как апокалипсис. Что такое апокалипсис? Ну, многие сейчас скажут, конец света. Немножко да, но примитивно. Апокалипсис это очищение через уничтожение. Еще раз повторю. Очищение через уничтожение. И никто не знает, кто очистится, а кто уничтожится. Возьмите сегодняшний ковид. На наш взгляд, человек хороший, но он ушел. Он родной нам, близкий человек. И мы, знаете, я тоже вспоминаю, когда человек рождается, он плачет, а все вокруг ликует. а когда он умирает, он ликует, а все вокруг плачут. Необъяснение тайны бытия создателей. Так вот, апокалипсис это очищение через уничтожение. Я хочу вам сказать, мои дорогие, что самое главное в этой жизни реальность. Что такое реальность? реальность это то, что внутри нас. То, что внутри нас. Это первично. Что снаружи, это вторично. Ибо как корабль назовешь, так на нем и поплывешь. Да, немного примитивно. Реальность внутри нас. Если вы глубоко убеждены, что вы не того поля ягода, то вторичное будет отражать зеркально. Но скажите себе, что я тот и признайте себе первичном состоянии реальности. Это то, что внутри нас. вторичное это снаружи. Это как дом. Вы закрыли дверь на ночь или квартира. И вот кто остался в квартире, вы спокойно кладете голову на подушку и засыпаете. Засыпаете знаете почему? Потому что вы спокойны, что никто в этой квартире во сне не покусится на вас. Вот это реальность внутренняя. А то, что за дверью, это вторичная реальность. А там может происходить разное. Так что первично внутри нас, вторично это снаружи. Запомните это. Я вам хочу сказать, что слепой возжелал глаз и Господь даровал ему два. Просите его. Некоторые говорят заражены вирусом ложного убеждения. Нельзя просить у Бога деньги, нельзя просить у него материальное благосостояние. бред. Он вечен, мы мимолетны. Просите его вот отсюда. И кстати, ему не нравится, когда вы его не просите. Я хочу вам сказать, что Господь ближе к вам, чем ваша сонная артерия. Я говорил уже, что когда мы молимся, мы зеваем. в этот момент Господь присутствует рядом. Он ближе к нам, чем наша сонная артерия. Он ближе к нам, чем наша родная мать. Мать потеряла ребенка, убивается, плачет, а Господь говорит, на, я его не потерял. Держи. Запомните. Вы знаете, я всегда думал и глубоко уверен. Вы четко должны осознавать, если вы выходите из дома, вы должны мысленно проложить маршрут с пункта А в пункт Б. Для чего? Ваши ангелы-хранители, зная ваш маршрут, уже зачистили эту трассу, как зачищает трассу, когда движется глава государства. Специальную охрану защищает, чтобы не было посторонних и так далее. Ну и правильно. Это глава государства. Кстати, евреи должны молиться за здоровье главы государства в том месте, где они компактно проживают. Так заповедовал нам создатель. И я молюсь за здоровье президента России. Значит, хочу вам сказать, мои дорогие, когда вы точно знаете, куда вы идете, вы придете к месту назначения. Когда вы не знаете, куда вы идете, просто вышли из дома, куда дорога приведет, скорее всего вы попадете в неприятность. Да? А как вы хотели? Любой выход вашего из дома вы затрачиваете энергию, данную вам создателем. Вы должны четко знать, куда вы идете. Ваши ангелы-хранители проложили уже туда маршрут, прошу прощения, прошу прощения, ротоптологию, и уже знают, убрали безопасные участки, убрали людей, с которыми у вас возможен был бы конфликт. То есть они дают вам благоприятную почву и атмосферу для того, чтобы вы нормально туда дошли и нормально, чтобы количество выхода из дома равнялось количеству прихода домой. Также количество вылета должно равняться количеству прилета. Да, летит самолет, я поймал себя на мысли, что я уже автоматически благословляю этот самолет, который вижу в небе, если он попал в поле моего зрения. Меня спросили однажды, зачем ты благословляешь эти самолеты? Я, не задумываясь, ответил, спасибо Господу, что он вложил в мои уста самый, из бесконечного множества ответов, самый нужный и самый правильный. Я говорю, вы знаете, я благословляю летящий самолет, потому, что, когда буду лететь я, Господь заставит кого-то благословлять меня, летящего. Все, что даешь. Помните прошлый урок? Себе даешь. Не будьте жадными. Жадность это порог. Да. Корабль, плывущий без курса, призрак. Пушка, стреляющая без координат, призрак. Человек, который вышел из дома и не знает куда, тоже призрак. Также призраками становятся слова наши адресованные, нечаянно выброшенные. Это, считайте, осколочная граната, которая взорвется в любом месте и вы не знаете, кого она заденет, включая, может, ваших родственников. Так что аккуратней. То, что вы говорите, не зря говорят, слово можно убить, слово можно воскресить и так далее. Будьте осторожны в своих высказываниях. Иногда в порыве гнева человек такое выговаривает, что уши могут завянуть. Да, они находят всегда оправдания, говорят, сказать не сделать. Я опровергну ваши ложные убеждения. Сказать это сделать. Вы уже сделали больно тому, кому сказали. Не причиняйте боли друг другу. Не причиняйте. Наш мир стоит на трех столпах мировой философии. Это Аристотель, Сократ и Платон. Кто мне скажет, кто чей учитель, кто чей последователь? Вы знаете, я вам не открою Америки, если скажу, что многие философы не знают. Они сейчас начнут вычислять до нашей эры такой-то век, Платон не друг, но истинно дороже. и так далее. Я сейчас проведу маленькую операцию на вашем мозгу, которая не влечет для вас никаких последствий, но где вы фамилии, имя, отчество свое забудете, но это запомните навсегда. Готовы? Тогда я почувствовал, что вы готовы. Аристотель, Сократ и Платон или Платон, Сократ или Аристотель. Кто из них первый, кто основоположник мировой философии? Да, есть еще Гомер, есть Никола Макеавелли, но Гомер, как слепой Гомер мог отписать Атлантиду? Как Бетховен глухой мог написать произведение внеземного происхождения Апассионату, Лунную Сонату? Послушайте ее. И вы увидите, что она внеземного происхождения. Всего семь нот. Каждую ноту меняем местами. Мы знаем многие произведения. Да? Философом можно стать лишь только тогда, когда ты философ. Искусственно философом стать невозможно. Руководитель государства не может быть узконаправленным специалистом. Тогда он все решения свои будет применять сквозь призму своей основной профессии. Он должен быть философом. По моему мнению, руководитель нашей страны глубочайший философ. Владимир Владимирович Путин. Я искренне уважаю, я голосую всегда за него. Мы родились практически в один день. это отношения делаем. Я не знаю. Ответьте мне, кто был в жарких странах на морях? Мой оператор поднял руку. Молодец. Ты моя аудитория. Слушай, какой ты богатый, я не знал об этом. Ты можешь себе позволить поехать в жаркие страны на морях. Самолетом даже, показывает самолет. Браво. Кто жил в пятизвездочных отелях? О! Сергей поднял руку. Слушай, ты меня не перестаешь удивлять. Обычно в таких пятизвездочных отелях в цокольных этажах присутствует такое заведение, где делают то, что пользуется особым спросом у лучшей половины. нашего человечества. У дам. Там делают водорослевое обертывание, шоколадное, массаж, педикюр, маникюр, сауна. Как она называется? Сокращенно. Ну, скажи громче, Сереж. Говори. СПА. СПА. Правильно. Теперь сами скажите, кто был родоначальник и кто за кем стоит. СПА. Сами скажите. СПА. Мы говорили о Аристотеле, Сократе и Платоне. Вы сами, используя аббревиатуру сокращенную салону красоты СПА, вы сами поставите. И сами для себя уясните, кто был родоначальник. Сократ, Платон, Аристотель. и ТОГО СПА. Бьюсь в заклад, что это вы запомните на всю жизнь. Все просто, правда? Что такое сон? Мы хотели затронуть эту тему. Вы знаете, в чем дело? Когда человек уходит в бессознательное состояние, то есть в сон, не забывайте мечтать перед сном. Я слышу от вас ответ. Почему? Да потому, что если вы перестанете мечтать перед сном, это место займет реальность. Б. Реальность. Когда вы уходите в сон, скажите, пожалуйста, и ответьте мне на один такой маленький вопрос. Вы во сне, когда спите, думайте о деньгах, о майбахе, о мазарате, о личном самолете, о шикарной жизни, и так далее. Я вам скажу, нет. Учение Господа по Кабале нам говорит дети мои, живите, как будто вы спите. Я все для вас сделаю. Но мы, проявляя свой изрядный эгоизм, лезем в астральный мир, где вхожи только наше сознание и подсознание, и ведем себя там, как слом в посудной лавке, громя все на своем пути. оставьте это дело, материализацию ваших желаний, вашему сознанию, подсознанию, которые, повторюсь, напрочь, лишены чувства юмора. Я говорил на прошлом уроке, они не понимают, что только понарошку. Не понимают. Будьте аккуратны. И своих запомните. ругающий будет поруган, благословляющий будет благословен. Я благословляю вас всех. Хотя бы из той корости, чтобы я был благословен. Благословляю всех. Включая своих врагов. Когда человек летит и забывает, что у него топливо на исходе, он не слышит сигнала судьбы и Господа, сигнала космоса и Вселенной. И он падает. В это время сатана говорит вам злорадствуйте, злорадствуйте, злорадствуйте. Я не могу глотать слюну, а вам бы пожалеть его, посочувствовать. Ведь в таком же полете можете оказаться и вы. Я говорил на прошлом уроке не дружите со сплетником. Почему? Потому что рано или поздно он начнет сплетничать и о вас. Знаете, я хочу сказать вам, что я лично знаком с человеком, которым восхищаюсь. Меня трудно уличить в корости, потому что я не работаю у него. я восхищаюсь его духовным богатством, восприятие духовности. Если бы вы знали, знаете, что я одеваю два тефилима, на рабочем своем месте делал такое уважение к Господу. Я говорю, возможно, я говорю о меценате, о филантропе, Герман Захарияев. Я с большим уважением и братской любовью отношусь к этому человеку. Хотя бы за то, что он приверженец бога Авраама, Исаака, Иакова. Вы знаете, сколько он помогает людям? Вы даже не представляете. его помощь людям сравнима с бюджетом малого государства. Это он помогает. Герман, дай бог тебе здоровья. Дай бог все, что ты делаешь, стало бронированной стеной между горем и твоим домом. Побольше таких, как ты. Вот смотрите, я вам хочу рассказать одну простую деталь образно. Человек сам по натуре существо бесконечное, во всяком случае его воображение. Но мы созданы по образу и подобию создателя. И создатель ему дает топливо, чтобы с одной горы мудрости перелететь на другую гору мудрости. И когда человек взлетает, заработав деньги, он летит. Он забывает, что Господь ему дал топливо только для того, чтобы приземлиться на другую гору мудрости. Наша машина, возьмите за основу наш автомобиль, у нас полный бак, мы видим, потом мы видим пол бака, потом мы видим четверть бака, а потом загорается лампочка и говорит о том, что алло гараж, у тебя заканчивается бензин, ну летящий в космосе богатый человек. Я говорил, нельзя быть богатым материально, не будучи духовно, если ты богат материально, но не богат духовно, ты богат временно. И вот это временное не замечает о том, что у него топливо, которое дал ему создатель, на исходе, и потом, когда он падает и разбивается. Во-первых, это больно. Ему бы, не долетев до следующей горы бодрости приземлиться, благополучно поблагодарить Бога и сказать Боженька, благодарю Тебя, что Ты дал мне возможность полетать. Помните слова Пешкова, вы его знаете, как Максим Максимович Горький. Рожденный ползок летать не может, поэтому эти штуки летают на Божьих молитвах. Да, а как вы хотели? Турбо, наду, физика, квантов, ничего подобного. Ничего подобного. Только на благословении Создателя вот это многотонное железо поднимается, еще летит, преодолевая огромное расстояние. Так вот, этому человеку бы приземлиться, сказать, Боженька, спасибо тебе за твою глубину, спасибо за то, что Ты дал мне возможность увидеть эту землю роскошную, которую ты создал с высоты птичьего полета. Я благодарю тебя. Я прошу у тебя еще немножко топлива, чтобы я долетел все-таки до второй горы будрости. Господь не откажет вам. Он скажет, молодец, сынок, прислушиваешься ко мне, ведь я предупреждал, что у тебя топлива все меньше и меньше. А тот человек, который не слышал предупреждения, он в космосе, у него много денег, ему по барабану все. Какой Господь? Он никого не слышит, кроме своего внутреннего эгоизма. Он летит. Он думает, что у него все в порядке. Но помните, этот момент падения, оно неизбежно, неизбежно, прислушивайтесь всегда к своему внутреннему я. Оно запитано на создателя. И если Господь вам говорит, таляс, я уже на другом языке, если Господь вам говорит, рега, подождите, успокойтесь, приземлитесь, вытащите перископ, посмотрите, что вокруг. Так и сделайте. Поблагодарите его, скажите спасибо и попросите еще топлива. Тогда Господь вам с великим удовольствием даст топливо, чтобы вы перелетели на другую гору мудрости. Но вообще есть в нашей разговорной речи слова паразиты, которых я предлагаю вам исключить из нашей повседневной жизни. Это два слова. Если и но. Да. это вы знаете, все видели слонов, представите, да? И поднятый хобот. Это слон-победитель. А опущенный хобот слона это слон-пораженец. Так что если вы покупаете где-то слонов для красоты, не покупайте их с опущенными хоботами, покупайте их с поднятыми хоботами. Возьмите нашу Тору, Кадош, Сефир, Тора. Да. Там не написано, если Господь создал землю, увидел он это и сказал, что это хорошо. Там так не написано. Там написано, когда Господь создал землю, отделил сушу от воды, увидел это и сказал, что это хорошо. Он не говорил, если, если, это сомнение. Всегда говорите в утвердительной аффирмации. Когда это случившийся факт, а если это сомнение и поражение, запомните это. Когда пропишите четко домашнюю книгу своего сознания это слово и уберите слово «но», оно то же самое, что если. И вы знаете, что еще хочу сказать? На иврите есть такое понятие «паамай китов». «паамай китов» на иврите означает два раза хорошо. Да? Это вторник, второй день создания мироздания. Господь создал небо и землю, отделил свет от тьмы, отделил сушу от воды, увидел это и сказал «хорошо, это первый день». Второй день, о котором я вам говорю, «паамай китов», это единственный день недели, где Всевышний хвала ему, сказал два раза «хорошо». Он два раза сказал «хорошо», «паамай китов». Он наполнил воду живностью и землю растениями. Увидел он это и сказал «хорошо». А также в этот же день он создал каждой твари по паре. Да. Увидел он это и сказал, что это хорошо. Именно во вторник он два раза сказал «хорошо». Так что, если вы планируете важные встречи, важные дела, судьбоносные, назначайте их на вторник. Почему? Да потому, что Господь в этот день сказал «два раза хорошо». У евреев идет другая. У евреев все наоборот. У евреев воскресенье это понедельник. понедельник это вторник и так далее и тому подобное. Ну, берите за основу не еврейский календарь, поскольку мое обращение не только к илдеям, а к всем народам, кто смотрит этот ролик. Я благословляю вас. Будьте счастливы. Я хочу вам рассказать одну притчу, на которой закончу этот урок. А самое интересное я продолжу в следующий урок. Будет очень много интересного. я хочу вам прочитать из книги пророка Исаии. 45-23. Я пойду Мои дорогие. Я счастлив от того, что вы меня слышите. Если в жизни я обращаюсь к вам, у вас есть хоть один человек, который готов слышать вас, который вас слышит и который с удовольствием слышит, то вам уже стоит жить. И это не химера. В древние времена ехал царь. Царь могущественный со своим войском. Он ехал с победой. Он завоевал чужое государство и возвращался с золотом, с рабами. Ехал к себе во дворец. И вдруг это победоносное шоу шествия преграждает нищий. Он говорит стоп. Пшел вон отсюда пнули его ногайкой. Нищенко царь едет. Он ухватил бразду коня и говорит слушай меня. Пойди передай царю, что у меня к нему очень важное дело. Да кто ты такой? Отпусти коня. Не, пойди передай. Если не хочешь лишиться головы. Бедняге не хотелось расставаться головой как с памятью, так скажем. он поскакал к царю и говорит ваше величество. Там некоторый нищий говорит, почему мы остановились? Он говорит там нищий сказал, что у него к вам дело. Если я вам не передам это, вы мне отрубите голову. Я настолько предан вам, что я не хочу лишаться ни головы, ни своей преданности вам. Даже хитрец будет. По моим наблюдениям, лесть это самая конвертируемая валюта, которая имеет место во всех уголках нашей земли. Некоторые ее называют политесса, некоторые лестью, прикрытой, неприкрытой, неважно. Но человек покупается на нее. Недаром говорил Сократ, повторюсь, в хвалебных речах мало истины. Так вернемся к царю. Он говорит своему нукеру войну, иди поскочи обратно и передай этому нищему, что если хотя бы на миллиметр, на игольное ушко весть, что он мне хочет сообщить, будет мне неинтересно, вот этой саблей я ему отрублю голову. Тот поскакал, передал, возвращается и говорит, ваше величество, он согласен. Это заинтриговало Саня. Это любого заинтриговало. Он спешился, подходит к нищему и говорит, ты меня звал? Он говорит, да. Только здесь саблю говорит, слушаю тебя. И этот нищий с улыбкой на лице смотрел в пол, вдруг посмотрел ему в глаза и сказал, я за тобой. У царя выпала сабля, царь понвал, кто перед ним стоит. царь задал ему только один вопрос. Скажи, пожалуйста, смерть. У меня есть время? Для чего тебе время ответила смерть? Видишь, министры во дворе лютуют интриги и так далее. А я хотел бы сына привезти на престол и тогда забирай меня. Нет у тебя времени. И царь упал бездыханно. И этот нищий исчез. У смерти было всего в этот день два задания. Этот царь и один пахарь. Он ниоткуда пахарь за плугом пашет поле и вдруг ниоткуда не возьмись нищий. Он говорит, о, здравствуй, вся кто передо мной предстает от Бога, слушайте тебя, брат мой. Он говорит, у меня к тебе дело очень важное. Он говорит, я счастлив. Вот видишь, говорит, чинар. Под чинаром стоит осел. На осле худжуны. Там есть лепешка, сыр, вино, там есть вода, там есть коврик. Сделай омовение, покушай, поешь, отдохни с дороги, а я сейчас допашу этот ряд и присоединюсь к тебе. Хорошо сказал смертный. Этот допахал плугом свою пашню, возвращается к нему и говорит, еще раз здравствуй, дорогой Гольский. Сел к нему, умылся и сказал, слушай тебя, смерть посмотрела на него и говорит, я за тобой. У пахаря даже не дрогнула морщинка, которая появилась на его лице от тяжелой жизни пахаря. И он задал всего лишь один вопрос. Скажи, пожалуйста, у меня есть время? на что тебе время спросило смерти? И пахаря ответил, ты знаешь, я хочу совершить омоление, одеть белую одежду, встать на колени перед Богом, и когда моя голова падет ниц перед создателем, в этот момент и забери меня. смерть посмотрела на него и сказала, ты знаешь, ты очень красивый человек, очень красивый, я всякое повидал на своем пути, но такого, как ты, вижу впервые. я приду за тобой, но только тогда, когда ты меня позовешь, живи счастливо, и смерть испарилась. Мои дорогие, когда вы встречаете на своем жизненном пути кого-либо, вы не можете знать, кто перед вами стоит, смерть или ангель, поэтому будьте сдержаны, обуздайте свой эгоизм, обуздайте свой гнев. Я говорю вам, но я сам не идеальный, у меня тоже бывают иногда порывы, но я вспоминаю свои же слова и стараюсь, очень стараюсь, поверьте мне, это неимоверных усилий стоит, легче перенести тонну кирпичей с одного места на другой, чем сделать то, о чем я вас прошу. Будьте внимательны, да благословит Господь всех, кто смотрит этот урок. Пусть Господь сделает так, что ваши результаты превзойдут ваши ожидания, и пусть Господь сохранит вас в период ковида, и пусть Господь даст благословение всем народам земли, детям, старикам, зрелым, молодым, юношам, девицам, женщинам, роженицам, братьям и сестры. Запомните. Только благословляя Бога. И вы знаете, тот эраст Иосиф Матаев, который руководил Муром Энергомашем, и сегодняшний я, это два разных человека, абсолютно разных. Я, как никто другой, это могу замечать, поскольку я открываю совершенно новые горизонты. Вот эти машины, мы включили ближний свет фары, и мы видим дорогу во тьме ровно столько, сколько показывает света эта пара. Мы включили дальний свет, и видим ровно ту часть дороги, которая указывает нам дальний свет. И что интересно, чем ближе ты приближаешься к мраку, тем дальше тебе открываются горизонты. Так и жизнь человека. Я не готов переписать свою жизнь заново. Знаете, почему? Потому что я не хочу лишаться той мудрости, которую приобрел. она не имеет времени, мены, денег, блага. И не жалейте ни о чем. Не говорите себе, вот если время вернуть назад, я бы сделал бы вот это, я бы сделал бы вот это. Вы сделали то, что прописано в сценариях вашей жизни за миллионы лет до вашего рождения. И исправляете ошибки прошлой жизни. Так что так как нельзя вернуть вчерашний день, так и нельзя вернуть в прошлое. Смотрите с оптимизмом будущее. А оптимизм заключается в том вера в создателя. Не голый оптимист, а вера в создателя. Это благословенное имя вовеки вевоков и вовеки вовеки вовеки. который стал непосредела этим путешествием и у Familien должны возвращаться �rustв и вовеки и то Субтитры создавал DimaTorzok